Всем доброе утро! Рада приветствовать вас на моем канале! Сегодня у нас с вами будет шашлычок. Я очень люблю шашлык из грибочков. Вот так вот он выглядит. Вчера вечером мариновала. Получается вкуснее, чем мясо. Вот я обожаю! Если вы никогда не пробовали, то обязательно готовьте. Уверена, что вам понравится. Здесь у нас брокколи и немного лимона, которым мы будем все это дело вот так поливать. Я встала сегодня рано. Но вы уже, наверное, по моему инстаграму уже знаете, что я сегодня встала рано. И вы знаете, я поняла, что никогда нельзя маму просить разбудить тебя пораньше. Потому что сегодня с утра мама, наверное, раз в восемь заходила ко мне в комнату. Я вчера сказала, что обязательно разбуди меня рано. Но я не имела в виду в шесть просто. Я не имела в виду в семь. Мама вообще, по сути, она очень... очень ответственный человек. Встала, накрасилась, приготовила сама себе. Нетрудно это все поместила в духовку. И решила снять мукбанг. Потому что вчера, как вы знаете, не было мукбанга. Я просто обленилась. Ой, какие острые. Все собиралась что-то снять. Потом решила для себя устроить выходной. Вообще думаю, что в неделю один день нужно просто посвящать себе любимой. просто отдохнуть. Не знаю, заняться какими-то своими делами. Обожаю брокколи. Вчера, оказывается, мой парень решил посмотреть мои видео. Обычно он так не особо смотрит. Я столько угорала над его фразами. Я там видео рассказываю, что мне 30-летний бы не подошел, потому что ум бы не понял мои тиктоки. И тут мой парень говорит, как бы мне бы хотелось из-за кадра просто зайти внутрь в кадр. И сказать, ребят, я младше нее, но я тоже нифига не понимаю некоторые тиктоки. Говоришь, что любую ситуацию, которую я рассказываю, хочется сделать какие-то недочеты. То есть что-то от себя добавить. Тебе я рассказываю не совсем правильно. какие-то моменты ему не понравилось. А теперь он решил, что все мои видео будет смотреть. Так что все. Закрываем тему. Закрываем лавочку. Мне сейчас наоборот приятно, что он смотрит мои видео. Я просто люблю, когда человек искренне смотрит мои видео, а не так, что крути меня, смотри меня обязательно. Я помню, когда я только начала вести свой канал, мама всегда говорила, что надо попросить брата, чтобы он посмотрел твои видео. Надо попросить родственников, пусть они постоянно смотрят твои видео. Я всегда говорила маме, что если человек не хочет, не надо заставлять заставлять его, что посмотрел. Одним-двумя просмотрами ничего не делается. Поэтому я никогда родственников своих не просила, что пожалуйста, посмотрите мои видео. Так, давайте немножко поотвечаю на вопросы. Иришка, тебе привет. Иришка Моргунова задает вопрос. Айка, последнее время мукбанкеры жалуются на то, что у них упали просмотры. Как дела обстоят у тебя? У тебя я этого не замечаю. Я не знаю, у кого упали. Вроде я ни у кого не видела, чтобы у кого-то упали. Кто-то жаловался, если честно. У меня все нормально. у меня за два дня 350 тысяч. Это, наверное, максимум. Больше этого у меня никогда не было. Я довольна своими просмотрами. Если бы даже мои видео набирали по 10 тысяч, я бы все равно продолжала бы снимать. Я от других блогеров не слышала, чтобы у кого-то упали просмотры. все нормально, мои хорошие. У меня на канале, слава богу, всегда была стабильность. С одной стороны, это хорошо, с другой стороны, не очень. То есть, не было такого, что резко мое какое-то видео взорвало. Вот никогда. Людей, например, на нулевом каком-то канале сразу какое-то видео, например, набрало 100-200 тысяч просмотров. Такого тоже никогда не было. все стабильно, хорошо. Чай здесь у меня горячий. Два дня уже пью чай с клюкой. Просто потому, что это полезно. Лежала в кровати вчера. Смотрела Дом 2 и кушала конфеты Тофикс, которые я вам показывала в инстаграме. Это просто были лучшие моменты моей жизни. Айка, расскажи, пожалуйста, планирует ли твой брат переехать и когда это произойдет, какие у него планы на дальнейшую жизнь. Мои родители никогда не ставили никаких ультиматумов перед моим братом. Где брат захочет, там и будет жить. Нравится ему Россия, пусть живет в России. Хочет переехать в Азербайджан, пожалуйста. Мы только рады. Но мы не заставляем, не вынуждаем. Как хочет. Я думаю, что, скорее всего, мой брат останется жить в России. Я чувствую по его настроению, по его взглядам на жизнь, хотя в последнее время он принял ислам, стал религиозным человеком. все равно русская культура ему намного ближе. Я это чувствую. У меня родители очень современные. И папа даже в большей степени любит Россию. Поэтому я не думаю, что из-за этого будут какие-то вопросы. В ближайшее время он точно не сможет переехать. есть некие моменты у него со здоровьем. Он сейчас лечится. У него проблемы с ногой. Но можно сказать, что уже он как бы вылечился почти. Проходит период реабилитации. Он попал в аварию. И вот такой инцидент произошел. с его ногой. Но сейчас он абсолютно все хорошо, все нормально, не волнуйтесь. Просто ему сделали сложную операцию. и как бы врач, который сделал ему эту операцию, он постоянно проводит осмотры, следит за тем, как ведет себя нога на протяжении где-то 5 лет. Поэтому этот промежуток времени мой брат должен находиться там, чтобы врач следил за его здоровьем. Мама рассказывала, что мой брат родился очень слабеньким, прям синим, потом его еле откачали. У него потом было очень слабенькое здоровье, но всегда он выкарабкивался. просто вкуснотищий. Мне с грибами больше понравилось. просто острые они. Ужас. Настолько острые. Следующий вопрос. Айка, ты смотришь Дом 2, за какую пару ты болеешь? И считаешь ли ты, что Дом 2 смотрят идиоты? Нет, я так не считаю. Идиоты есть везде и всегда. Вот. Я смотрю Дом 2, я не считаю себя идиоткой. Один из просто участников буквально вчера сказал, что типа Дом 2 смотрят только идиоты, придурки. Вот. Я так не считаю. Конечно, Дом 2 смотрят не высшие слои общества, но все равно. Мне, например, интересно наблюдать за людьми, которые допускают какие-либо ошибки. И это не фильм. Это реальность. Люди беременеют, у них появляются дети. То есть, это реалити-шоу, это реальная жизнь каких-то людей, пусть с какими-то провокациями. Но все равно, чем фильм, лучше смотреть на реальную жизнь людей и делать какие-то выводы, смотря на их ошибки. Как говорится, дураки учатся на своих ошибках, а умные люди на чужих. Как правильно выстраивать отношения. Например, люди расстаются, и ты делаешь вывод, почему они расстались, почему одному из них стало тесно в этих отношениях. Мне кажется, это очень интересно. А любимая пара, это у меня Паша и Катя. Это вообще, я их обожаю. А я подписана даже на них в инстаграме. В общем, ребята, на этом все. Мне с грибочками очень понравилось, а с грудкой, если честно, не очень. Грибочки, это просто бомба. Обязательно сделайте себе шашлык из грибочков в духовке. Я уверена, что вам понравится. Всех люблю, целую. С вами была Эмили. Пока.